всем огромный привет меня зовут борис и я рад вас приветствовать на своем канале спасибо что смотрите спасибо что со мной в описании к ролику вы найдете и ссылку на мой телеграм-канал а также мой именной промокод на покупки в магазине randevu.ru который подарит вам дополнительную скидку 10 процентов скидки суммируются промокод многоразовый действует на покупки от двух с половиной тысяч рублей довольно большую часть из своей коллекции ароматные я приобретал магазине randevu.ru который торгует только аутентичной и оригинальной продукции также магазине доступна расстрочка с сервисами долями и подели это очень удобно приступим к сегодняшнему героем сегодняшнего обзора дело в том что сегодня как вы видите из названия я решил посвятить ролик таким вот трём китам можно сказать из своей коллекции который представляет жанр такой олдскульный мужской я бы даже сказал мужицкой в хорошем смысле этого слова парфюмерии и сегодня я решил сделать акцент на недорогих доступных ароматах вот подобного плана слава богу такие еще остались начнем мы друзья вот с такого изумрудного цвета флакончика я уверен многие из вас знакомы с данным ароматом но хотя бы даже по внешнему виду флакона он действительно запоминающийся и где-то под коркой живет у большинства любителей парфюмерии пола от ральф лорен этот аромат родом из далекого 1978 года по его следам а вышло множество фланкеров там действительно их наверно штук 10 наберется это один из тех ароматов который сумел пронести свою популярность сквозь годы очень узнаваемое у него звучание вот прям такой вот эталон такого мужского может даже барбершопного такого направления вот в те годы это именно конец 70-х начало из середины 80-х вот такого плана ароматов было великое множество что там говорить и сейчас с этой темой заигрывает маэстро раджа дав есть аромат апекс у него который как раз таки как я понимаю по мотивам вот этого товарища сделал ну то есть тема вот этого мушисто горько травного направления и по сей день остается очень актуальный и так друзья для меня ну просто бомба такая вот действительно горько травная табачно-кожаная бомба там огромная пирамида я не буду ее перечислять друзья я для себя здесь выделяю отчетливо табак кожу горько травную составляющую причем здесь вот травность на такая ярко выраженная с одной стороны это трава прям зеленая свежескошенная сочная а с другой стороны она дополняется как бы такой вот уже полежавший травой сушеной сеном сеном да друзья вот вот это сочетание именно свежей травы и сухотравья она здесь примут уникальное я слышу это отчетливо и в некоторой степени вот как раз таки это и является фирменным штрихом как мне кажется этой композиции яркий кожа на гвоздичный аспект который в общем то немножечко нас отсылает в ретро сторону мы понимаем что этот аромат уже не из вот современности он откуда-то оттуда но повторюсь до сих пор что-то его делает уникальным и любимым для многих многих очень многих паров любителей во всем мире друзья если мы почитаем отзывы то мы увидим просто вот километровые оды любви написаны этому аромату но собственно говоря вот в этих самых отзывов не обошлось и без ложки дегтя даже я бы сказал поварешки дегтя очень многие ругают новые версии говорят что они стали менее стойкими менее насыщенными у меня в руках друзья не новый и не старый аромат по моему если не ошибаюсь по бачкоду он проходит как 2010 года но все-таки уже можно его причислить да наверное все-таки к старичкам имеется в моей коллекции также и наводил данной композиции 2020 годов от ливантики поэтому смог я их сравнивать напрямую да действительно наводил другой я бы не говорю что он испорчен да он реформулирован сделано это возможно в угоду удешевления производству возможно и скорее всего это мое мнение в угоду вот этим современным трендом аромат более прозрачные более носибельный нет в нем уже такой вот хлест кости колкости горько травность вот эта фирменная где-то наверное разика в три уменьшена это то что я услышал в новоделе но опять-таки к этому можно подходить философски как угодно для меня новодел даже чуть более носибелен чем этот ребят этот я ношу в крайне редко хотел мне безумно нравится он для меня скорее такая вот машина времени действительно имеет такой яркий ретро вайб за что я его и люблю а новодел это как альтернатива это как бы наверное даже будет более правильно сказать фланкер вот этого товарища то есть вроде как и тот же аромат а вроде как и другой все в нем немножечко иначе он более легкий прозрачный водянистый свежий и до менее стойкий менее шлейфовый это факт потому что вот этот нам не держится но чуть ли не сутками опять-таки друзья вопрос то открытые нужна ли кому-то вот эта зубодробительная стойкость либо наоборот вот такая воздушный чтобы аромат был как вуаль для себя сделал вывод такой что наверное все таки вот этот отливантик новодела моей коллекции преобразуется тоже в полный формат я считаю что они оба хороши по-своему кого была возможность сравнить стародилов с новоделом пишите пообщаемся следующий аромат о котором мы с вами поговорим называется просто богарт вот то самое перо от жака богарта собственно говоря или бугарта друзья не посмотрел как прям жак бугарт или жак бугарт по-моему все-таки богатым чаще я слышу называют аромат примечательным тем что был мне подарен моим другом валерием валерий огромный привет и еще раз спасибо нашел отклик он в моем сердце этот аромат также как и предыдущий товарищ родом из 70-х еще раньше он появился на свет 1975 году и собственно говоря как и пола грин пускай немножечко и в меньшей степени но все-таки пронес свою популярность сквозь десятилетие ребята но здесь лаванда здесь аромат больше именно про лаванду для тех кто любит и знает и ценит лаванду мне кажется это вот один из тех ароматов которые должны быть в коллекции для меня ассоциируются больше именно с ранним таким вот утром со свежестью с бодрящей такой свежестью раннего утра с бритьем вот с этим самым пеннобритвенным набором и здесь друзья мои мы имеем дело тоже с таким очень ярким шипровым шистым профилем но звучит аромата намного мягче чем тот же пола грин они вроде как и об одном но совершенно разные гораздо более такое деликатное звучание превалирует в нем конечно же вот эта самая красивущая лаванда которая здесь дополняется прекрасно специевым блоком геранию и вот как мы видим из пирамиды я очень ярко просто здесь слышу именно цитрусовый такой вот момент там цитрусы есть но помимо цитрусов есть еще цветок лимона вот мне кажется вот это самое с одной стороны цветочность с другой стороны такой вот именно сок лимона и еще одно принципиальное отличие от пола green в том что для меня этот аромат очень красиво запудривается но просто красивущего такая пудра лавандово-цветочно-цитрусовая я до сих пор пребываю в шоке от того что этот аромат стоит около 2000 рублей друзья но это просто за такие деньги это просто маст х забыл важный такой момент отметить что у меня в руках версия аромата из далеких 90-х поэтому не могу сказать чем может пахнуть и как может отличаться новодел собственно говоря об этом прошу вас написать у кого есть такие сведения но вот этот конечно прекрасен если окажется что новодел не так хорош я конечно расстроюсь но не сильно потому что стоимость 2000 рублей позволяет собственно говоря не сильно расстраиваются просто фантастика я кстати у меня вот прямо сейчас во время обзора у меня появилось желание понял что мне верху очень мало у меня осталось во вторых надо познакомиться с новоделом ребята надо ну а кто же это сделал пишите комментариях очень любопытно ваше мнение итак друзья жак богарт перо настоящая жемчужина я уверен в этом именно в ультра бюджетном сегменте за эти деньги можно брать не глядя особенно тем кто любит вот этот самый ретро вайп кто любит очень красиво изящно поданную лаванду вам сюда ребята и друзья мои конечно же напомню вам всем что ссылки на все ароматы из сегодняшнего обзора я размещу в описании к ролику перейдя по этим ссылкам вы сможете уточнить актуальную стоимость на интересующий вас аромат в магазине rendezvous точка ру гвоздь не побоюсь этого слова сегодняшняя программа аромата которым я уже успел рассказать в одном из своих обзоров но безусловно он заслуживает еще вновь и вновь внимание к своей персоне это лолик пур он лайн несколько помоложе история данного аромата родился он в 1995 году для меня это шедевр это просто шедевр который я почему-то до сих пор не облег вот 125 миллилитровую канистрочку который есть до сих пор в продаже вот с таким же красивую чем львом вытесненным на задней стенке это просто красотища уже один флакон чего стоит но лолик это всегда прекраснейшие флаконы особенно вот у льва и у коняшки но конь он уже немножечко подрастерял свою красоту дело в том что там уже не вот такой не такой вдавленный рельефный до рисунок изображение коня а просто гравировочка легенькая такая не знаю почему это нужно было делать неужели настолько сильно это удешевило процесс тем более что у льва они почему-то оставили вот такое тиснение глубокое вообще мне это непонятно если кто-то владеет информации расскажите ребята логики не вижу я в этом от него я просто вот готов не отнимать своего носа ребят это просто великолепно опять таки это ультра бюджетно но хотя уже сейчас может быть не ультра боже какая красота вот эта штука положит на лопатки многие многие ароматы из более дорогих сегментов как и люксовых так и нишевых но это просто великолепно ребят это шедевр если кто-то не знаком вот особенно любители вот такой вот олдскульного олдскульного направления шипровых ароматов с яркой лавандой припудренный ребята вы должны его просто взять и иметь в коллекции и потом мне скажете спасибо я в этом уверен ну или бросьте гнилой помидор в комментариях это неимоверная красота начинается с бодрящего взрыва хлест кого освежающего такого колодезного ведь сколько много эпитетов но великолепно просто дает это мне конечно же розмарин который здесь прямо отчетливо слышно в композиции розмарин лаванда кедр который дает ему такую древесную плотность и конечно же много-много белых цветов самое главное для меня и самое красивое в этом аромате это то как он пудрит ребята это какая-то фантастика это пудра здесь звучит упоительно она прохладная вы можете себе представить ощущение вот именно прохладной пудровости а это здесь вот прям осязаемо как будто бы перед вами стоит вот эта самая дым машина и распространяет не простой дым да вот которые значит на концертах применяются а ароматный дым парфюмерный вот так он мною воспринимается лев особое место занимает моем сердце это один из первых ароматов с которых мое знакомство такое глубинное с парфюмерии началось и ни при каких условиях я не представляю расставания с ним до в который раз сам себе говорю нужно наверное 125 . опять наверное да сказал да не 125 нужна ребят потому что не приведи господь снимут с производства вот да и вообще флакон красивущий может быть этого льва перестанут делать таким же объемным надо брать пока есть надо брать всем огромное спасибо что досмотрели данный ролик до конца делитесь вашими мнениями в комментариях ставьте ваши царские лайки а также не забывайте про мой телеграм-канал ссылка в описании и про мой эксклюзивный промокод в магазине rendezvous.ru с которым покупки станут более выгодными и приятными но вот теперь вроде бы все еще раз спасибо и до новых встреч друзья